60% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в оборонно-промышленном комплексе. Данные свежего соцопроса представляет Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Более половины респондентов считают работу в УПК престижной, а доходы высокими. По этим показателям оборонщики на пятом месте, после работников госорганов, политиков, бизнесменов, священнослужителей. Сейчас российскому УПК занято более двух миллионов человек. О том, какие шаги надо предпринять, чтобы в отрасль приходили увлеченные и талантливые молодые специалисты, обсуждают участники круглого стола на форуме «Армия-2017». Ставку делают в том числе на целевое обучение, когда студенты бесплатно получают высшее образование, уже зная, где будут работать по окончании вуза. ВПК ежегодно выделяет квоты для работников оборонных предприятий. Именно оборонные предприятия направляют студентов. Они отбирают, они учат. И большим достоянием является тульской оборонки. И является то, что у нас, по-моему, шесть совместных кафедр. Учебные центры на предприятиях КБП, сплава, стрелы, туломаршзавода. Опытом региона по привлечению кадров в оборонку делится губернатор. В Тульской области профориентация начинается еще в школе. Помимо этого развивают дополнительное образование. В прошлом году был открыт кванториум. Там будущие инженеры, конструкторы и изобретатели постигают азы пяти технических специальностей. Многостороннее сотрудничество еще одно направление работы. Соглашение заключили областное правительство, учебные центры профобразования и промышленные предприятия. Кадры готовят, что называется, под заказ работы дателя. Совместные усилия и КБП, и сплава, и нашего университета, и вообще, конечно, министерство образования Тульской области, правительство Тульской области. При том, что все-таки средний балл по математике, по физике, он растет. И то, что к нам приходят все-таки дети, которые знают эти две науки, которые нам просто, ну, без них будущее инженерное невозможно. Движемся в сторону чего? Работодателя. То есть те запросы, которые дает нам работодатель, мы его сразу выполняем. Тульские предприятия создают и свои центры подготовки. Например, на Туламаш заводе готовят рабочих по 32 специальностям. Ежегодно выпускают по 100-150 токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков. Чтобы восполнить недостаток инженерно-технических кадров, предприятие сотрудничает с ТУГУ. За 400 студентов вуза ежегодно проходит практику на заводе. Лучших оставляют у себя. Знаю многие города, где нет высших учебных заведений, и где куда раньше ездили люди по направлениям, так называемым, на три года направления, едут в Ковров, в Вятские поляны, в Воткинск, то сегодня на этих предприятиях очень большие проблемы с кадрами. Мы со всеми этими предприятиями работаем в кооперации. А так как работаем в кооперации, а у них кооперация уже стала сейчас никакая, можно сказать, то мы от этого несем тоже большие потери с точки зрения выполнения и гособоронзаказа, и продвижения продукции. Создание научно-производственных рот на базе тульских КБП и сплава – еще один важный шаг к привлечению молодежи в ОПК, считает губернатор. Это стало возможным при поддержке Министерства обороны. Наша Тульская область – это кузница кадров не только для нашего региона, но и для страны в целом, для оборонного промышленного комплекса. Мы делаем сейчас акцент на более востребованные профессии, которые нуждаются в оборонно-промышленном комплексе. Это инженеры-технологи, инженеры-исследователи, инженеры-конструкторы, другие профессии. Совсем недавно Тульский государственный университет стал опорным вузом. Мы восстановили военную кафедру на Тульском университете, который тоже расширит обучение студентов в области военных специальностей. Все это уже дает свои результаты. Интерес к инженерным специальностям растет. В этом году конкурс Тулгу составил три человека на место. Но надо не только привлечь молодежь в отрасль, но суметь удержать. Дать нынешнему и будущему оборонщикам уверенность в завтрашнем дне создать комфортные условия не только для работы, но и для жизни. В том числе обеспечить жильем. Такая работа тоже ведется. Так в поселке Горелки при поддержке Тульского оружейного завода будут построены 30 многоквартирных домов. Квартал Пряничная Слобода со всей инфраструктурой. Жилье будут строить в первую очередь для молодых специалистов оборонной отрасли. Срок реализации проекта 4-5 лет. Екатерина Старцева, Алексей Чичвадзе, Первый Тульский.